Hi all, мы снова возвращаемся в 2000 год. Я специально захватил немного вармапа, чтобы успеть рассказать побольше. Фов я пока не поменял, само видео для этого комментария писалось Вадим Пресец в Лакермановском на мощный компе у друга. Перезаписать не успел, так что другие настройки будут в следующий раз. Итак, конец августа, Лондон. Перед вами финал командного чемпионата по Quake 3. Пресс-волт Европейен Чемпионшип или просто 2х2000. Включаю это сборная России и Швеции. Первая карта Quake 3 DM6, выбор шведов. Это еще классическая DM6 с красным армором под бункером. Соответственно вся тактика строилась от ракетницы и бункера. В комментариях на ютубе я писал, что в обзору будут не только мои демки, поэтому сейчас мы смотрим на игру от Дэйва. Он был просто неудержим на DM6. Помимо того, что он набрал больше всего фрагов, он умудрился разбить с высоты и трижды убить повера, еще разик всадить тому пучок из дробовика для профилактики. Так что можете начинать считать тимкилы и суициды. Вторая игра была на DM7, на ней разрыв в счете заставил всего 2 фрага. Я сделаю этот обзор чуть позже. Ну а пока немного про соперника. Сборная Швеции это никто иный, как легендарный клан Найн из первого Quake. В марте 99-го года клан Найн по приглашению приезжал в Москву на клан Ворс российской командой AMD. За нее, как я понимаю, также играла Дэйва. Счет по картам в итоге был 9-1 в пользу шведов, хотя и в некоторых матчах разрыв по фрагам был небольшой. Но тем не менее шведы уверенно подтвердили титул лучшей команды мира. Поэтому неудивительно, что на веки шведы были главными фаворитами. Их состав представляли Думер, выполнявший в финальных битвах роль координатора, а также Блю, Ксенон, Паралайзер и Саргал. Как раз лишь Саргал не выступал раньше за Клан Найн. Ну в общем, игра сейчас уже в самом разгаре. Прошло чуть больше 1 минуты, а у Дэйвела уже 2 тимкил на Пойра. Ну а шведы ведут примерно 10 фрагов. Кстати, вы не смотрите на то, что у них синие модельки. Я сделал так специально, чтобы их было лучше видно. Ну именно вражескую команду. А на самом деле там, где значение фрагов, там у них красная иконка. То есть они ведут в счете. Ладненько. Возвращаюсь к теме составов. За Россию же играл Московский Клан 4Z. В составе Дэйвил, Повер, Сатан и я. Ну а координатором у нас был бюлянт из Питера ГОСТ. Он также выполнял и все организаторские функции. Клан турниру в Лондоне предшествовали отборочные по интернету. Самое интересное, что начинали выступления на квалификации БВЕК не мы, а другие ребята из Москвы. Клан Рэд. Клан 4Z на момент начала отборочных еще не существовало вовсе. Он образовался позднее из трех членов НИП, Повер, Я и Сатан и НТ Дэйвила. Все дело в том, что к идее БВЕК будущие члены 4Z поначалу отнеслись несерьезно. На самом деле, играть тогда в инете с европейцами было практически нереально. Это сейчас у каждого дома супер скоростной интернет. А в 2000 году выделенный канал в лучших клубах позволял играть на скандинавских, наиболее близких к России северах, с пингом от 60 и выше и с постоянными лагами. Загонять же европейцев на российские севера не было возможно, так как у них был пинг вообще за сотню. И проблема скорее была в наших северах, нежели в двух интернетах. Так, что там у нас пока происходит в матче? Мы взяли и второй клад, но шведы по-прежнему ведут страницы 10 рангов. На красном арморе целая толпа шведов, а у нашей команды пока ничего не получается. В составе соберника больше всех настреляли Блю и Ксенон, а у нас Повер. Ладно, возвращаясь к родам. Они провели первые игры в отборочных, затем у них был скандальный матч со шведами. Первую карту выиграли Рады, сервер был с более-менее равным пингом у обеих команд, но у русских он был чуть-чуть лучше. Кстати, тогда за шведов выступал Укерман. Затем неожиданно серверах стал глючить, и его пришлось сменить. Не исключено, что это шведы, кстати, и постарались, так как они имели отношение к этому в серверах. Ну да ладно. После смены сервера уже у наших пинг стал больше, причем ощутимее. Начались серьезные лаги, а затем и вовсе накрылся инет в клубе арены, с которого наши выступали. Организаторы в век ждать решения проблемы не стали, и просто присудили две победы шведам. Кстати, немножко про тактику на Q3 DM6. Это, между прочим, была наша нелюбимая карта, но наш выбор был Q3 DM7. И именно за то, что на ней как раз тактика и действовала. На DM7 можно было держать помещение, ходить парами и тройками, занимать какие-то территории, квад. Ну а DM6 это на самом деле мясо и аркада, и то, кого перестреляет. Хотя, конечно, какие-то наработки у нас на ней имели. При этом, по финале мы встречались с Германией, и эту самую DM6 слили им пух и прах, с разницей 20 фрагов. Мы пытались играть всегда от красного армора и держать ракетницу и буньку. Грубо говоря, кто контролирует базу, тот может накидать ракету в кваду, и, соответственно, также контролировать сверху красный армор. Ну вот, кстати, сейчас Дейл конкретно сажал. Пришел на квад, убил врага с перчаткой, взял его дробовик, и после этого еще набрал 4 фрага. И это еще цветочки. Конкретно перед матчем со Швецией мы немножко адаптировали свою стратегию. Смысл ее заключался в том, что трое держат армор и бункер, а четвертый им должен был быть я держать рейлган, дабы противостоять Блю, который, в общем-то, отлично стрелял за это оружие и был основной нашей такой угрозой. Задачей Сатана было удерживание ракетницы, Пойл держал бункер, но он конкретно по Дейла у нас места на ДМ-6 не было. Его задача была просто носиться по уровню и убивать все, что движется. Но вернемся же к теме онлайн-отборочных нам век. Я остановился на том, что мы получили техническое поражение от Швеции. А после этого предстояла отборочная игра с Даней. И в случае победы в ней Россия выходила бы на лан. Естественно, такая манящая перспектива спудораживала. Мы самолюбие 4Z. Когда нам стало ясно, что из-за тех век может получиться что-то стоящее, мы засуетились. И я не знаю, как так все-таки вышло, но вместо Родов играли мы. Причем, по-моему, мы делали это под никами Родов, так как зарегистрироваться в состав сборной России мы просто еще не успели. Как сейчас помню, лично я тогда был Радуайтом. А еще у нас за спинами стояло два десятка человек и считал нам все арморы и пауэрапы. И, кстати, 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 не исключено, что и со шведами выступали мы. Но это сейчас реально трудно вспомнить. Не суть. И так мы каким-то образом умирили Родов дать нам сыграть. Или сдавили авторитетом. Хотя, скорее всего, мы все подумали, что на лам поедем всей толпой. А для надежности в решающей игре лучше выступить 4Z. Ну, уже понимаете. Короче, в итоге, конечно, по отношению к Родам получилось несправедливо. Сори, парни. А Данию мы победили 2-1. После Дании был ничего не решающий матч с Финами, которые, как и шведы с нами, получили право выступать на лане. Кстати, конкретно мое участие в финале века до последнего висело на волоске. И ГУС в том числе планировался на роль запасного. Дело в том, что еще во время отборочных у меня не было саграм паспорта. По этой же причине я пропустил и шведский турнир Квадарена, о котором упоминал в обзоре против Экерман СДН. Незадолго до поездки в Англию я начал в какой-то конторе за 200 бачей срочно делать паспорт. А пока он делался, сгонял с Дэвилом и Сатном на поезде в Одессу на дуэльный турнир Духаста. И уже там у меня украли российский паспорт, без которого я бы в Москве не получил готовые сграничные. Я на самом деле играл на столе, оставил документы и пошел с ребятами на такой перекур. Когда вернулся, причем я вернулся буквально через 30 секунд. Ни документов, ни часов, ничего не было. После поднявшегося шума, украинские квакеры помогли мне вернуть документы и также часы, хотя 100 бачей так и не вернулись. Но главное у меня был мой паспорт, ну а затем было оперативное получение британской визы и Аллилуйя, мы в Лондоне. Но давайте снова вернемся к игре. Дэвил продолжает входить в раж, а разрыв в пользу Швеции все равно стабильно составляет 15 фрагов. Если кто вдруг прослушал, я еще раз напомню, что модельки у шведов синие, а иконка у диафраги красная. Это называется я грамотно настрою конфиг, не обессудьте. Как я уже говорил, на тактические боевые действия, ни наша игра, ни игра шведов не похожи. Даже современная GDM6 с красно-мармуром на столбах у шафта, это аркадная игра. Но просто не так много зрачков отдаваться на джампадах. Старая же GDM6 первосортное мясо, и никуда от этого фарта не деться. Бегаем, стреляем. Кстати, самое убойное оружие в такой аркаде, это дробовик. Просто метко стрелять из него действительно непросто, тем более на тренировках обычная стрельба отрабатывается на других оружиях. Дэвил наглядно доказывает, что дробовик сильно недооценен. Ну и кстати, на старой GDM6 отсутствует шафт, в то время как шотганов традиционно два. О, привет, полос. Держишь, релган? Умничка, возьми с полки пирожок. Вы, возможно, обратили внимание, что у Саддана почти за половину игры набрано всего 5 фрагов. А какое-то время назад их было вообще 3. Тут вроде бы надо смеяться. И на самом деле мы в матчах постоянно двумились друг над другом на эту тему. Кто сколько раз отдался, кто меньше всех нанёс дэмэджа. Обычно это было так. Кончается матч, и все резко нажимают тап и смотрят статистику. А дальше начинается сначала задержание, а потом откровенно ржачь над спонсором матча. Но-но-но-но. На самом деле я вам скажу, из всех команд, в которых я стоял, в Team 4Z было самое сильное взаимовое уважение друг к другу. Да, на публике мы всегда выступали эдаким развесёлым коллективом, прикалывались и так далее. Но внутри команды действительно ценили каждого. Я не помню такого, чтобы кто-то на кого-то реально обижался. Вот как-то так мы собрались все вместе, очень разные и при этом понимавшие друг друга с полуслова. Дейл у нас был эдаким безбашным малышом. Можно сказать, ему позволялось абсолютно всё. Ну и Пойру, как реально, сильному логичному игроку, мы также доверяли любую инициативу. Сатам был самый старший из нас в команде. Он мог тупить, прикалываться на тренировках, но в официальных играх это был самый ответственный тиммейт из всех, с которыми я имел дело. Если он говорил, я тебя понял, буду держать армор, это так и было. И на самом деле очень важно иметь такого игрока в команде. Не всем же бегать с квадом. Кстати, главным квадоносцем у нас, пожалуй, был Дейл. Ну и теперь обо мне. Конечно, я всегда был на лёгком пафосе из того, что выиграл было на чемпионате. Но, во-первых, Пойру также имел въезд в данном критерии, а во-вторых, в Тим 4Z я разделял приоритеты команды и свои личные. Да, я мог себе позволить поступить в игре, так как именно я считал нужным. Но я делал это не ради понтов, а реально держал за меня общую спец. Такая вот у нас была интересная четвёрка, и поэтому мы достаточно уверенно выступали на чемпионатах. Кстати, а счёты тем временем почти сравнялся. И хотя это пока ничего не решает, для нашей личной уверенности это было крайне важно. Когда ты проиграешь пусть даже 10-15 фрагов, но на протяжении долгого времени уже как-то не особо верится в успех. Ты пытаешься что-то поменять по ходу игры, а на счёте это никак не отображается. Более того, перед финалом мы в принципе не думали, что способны победить шведов. Я специально не буду описывать турнирный расклад на групповой стадии и в полуфиналах, приберегу информацию для обзора на ДНС, но можете поверить мне на слово. Перед финалом мы уже считали, как будем делить приз за второе место. Оно уже для нас было настоящим успехом. Тем более накануне бьет у нас мало что получалось на тренировках. Приму, что шведов кстати снова выросла, типа я сглазил. В общем я говорил об уверенности. К 11 минуте она к нам всё-таки пришла. Тем более в М6 была карта шведов. Кстати, когда мы договаривались о картах, произошла забавная ситуация. В клубе WePlayingFields, где проходил турнир, было несколько игровых ком. Шведы основательно прописались в одну из них. И вроде как свой полуфинал мы играли в эту же ком. Соответственно, перед дочкой битвой никто не горел желанием идти в другое помещение. Кроме того, у ксенового компьютера стояли какие-то особые мудрёные драйвера для его мышки. Их нужно было бы устанавливать на другой компьютер. Но мы просто так уходить не соглашались. В итоге шведы сами предложили нам гениальности. Они уходят из комнаты, а взамен играют красными модельками. Занавес. Ведь вроде бы тогда уже и не важно было. Каждый игрок мог сам определять, какие модельки у него будут бегать в игре. Хошь длинные, хошь блондинки. В общем, так вот непоколебимые шведы дали первую слабину. Так, что там у нас в матче? Разы по фрагам похоже завис в лагере. Давай отпускай уже. Зато Дейвилл настрелял 38 фрагов, обогнал ксенового. В российской команде остальные тоже более-менее подтянулись. Но у шведов с самой первой минуты всё было ровно. Кстати, я упоминал ранее, что в отборочных за шведов играл Лукерман. И то, что в итоге Думер попал в решающую пятёрку, которая получила право поехать на ламп в Лондон, говорила о силе состава скандинавов. Если я не ошибаюсь, шведскому координатору Думеру давали играть в не самых важных матчах. У нас же гост, несмотря на свой приличный скилл в дуэлях, был исключительно счётчиком и по совместительству с переводчиком. Так уж вышло, что никто из нас, ну кроме Пойера, абсолютно не говорит по-мингвисту. Да и Пойер знал лишь на 100 слов больше. Поэтому все вопросы в основном разруливал гост. Ну а в игровом составе ему места не нашлось по логичным причинам. Он жил в Питере, а у нас была чисто московская четвёртая, которой мы всё время тренировались. Да и на самом деле, госта самого больше интересовали дуэля, а не командная игра. Тем не менее, приз мы делили естественный пятерых. Хотя поначалу и не хотелось делиться. О, привет парни. Если в тимплей на старый ДМ6 ты видишь нескольких метров бегающих на первом этаже, значит дела плохи. Счёт лишний раз это подтверждает. В этой игре болельщикам, конечно, больше всего запомнился шотган Дэвила. Но из плазмы он периодически творил чудеса. Вот сейчас он бежит с кем-то из нас на красный армор и без особых проблем разбирается с Синоном. Ну а дальше нужно готовиться к появлению квада. Однако же забавный момент. Дэвил берёт квад будущий 100 на 100, но тут же становится 50 на 0. Это я, видимо желая отомстить за тимкила на Пойре, Руэлю, Псаргала и Дэвил одновременно. И тут же появляется сообщение, что я завалил Пойр из шотгана. Мда, моя теория с местью получилась неправдоподобной. Но главное, мы немного сократили оставание в шотгане. А вот сейчас вы увидите в действии квадовой дробовик Дэвила. Я немного помолчу, а вы просто наслаждаетесь. И завершающий выстрел из рейлгана отобранного у врага. Отрыв тем временем сократился до 4 фрагов. Здесь же Дэвилу конкретно не повезло. Помните, я говорил о важности держать Рокет Лаучер на ДМ-6? И вот как раз с бункера сверху Дэвила сначала прилетела одна ракетка, а затем и вторая. Причем у него было приличное армора и много всякого оружия. Играть, кстати, остается меньше 5 минут. Россия несколько раз вплотную пробиралась по фрагам к шведам, но еще ни разу за прошедшее время не вела в счете. Кстати, третий тимкилл на Пойре. Если бы его не случилось, мы бы впервые сравняли счет в матче. А так, мало того, что Дэвил всю игру обжирал Пойра на красном арморе, хотя вроде как это Пойр должен был его убрать, чтобы контролировать зону бункера, так еще все эти тимкилы реально получались смешными. Дэвил сначала на глазах укола Легги месил врагов, а затем и его цинично цеплял шальным патронам в казалось бы уже завершившейся перестрелке. А вот и сегодня забавный момент. Будучи с 1% здоровья, Дэвил сначала поднялся на бункер, а затем также лихо сиганул вниз. Однако законы физики Эквейка еще никто не отменял. На самом же деле эмоциональная обстановка просто накалилась настолько, что уже никто ни на что не обращал внимания. И уж тем более в таких ситуациях абсолютно не забыл о количестве здоровья. Все мысли были только о счете в матче. В нашей комнате стоял такой ор, при этом мы реально чувствовали плечо партнера рядом. И эти впечатления до сих пор у меня в памяти. Более нервная обстановка, пожалуй, была только на второй игре на ДМ7, когда нам уже было что терять. Счет мы все же наконец сравняли, а вперед вырваться не удалось. Даже несмотря на то, что Дэвил с Драбейком по-прежнему творит чудеса. Количество фрагов уже перевалило за 50. Вот здесь, кстати, Пойру снова досталось, причем не слабо. Накал борьбы неописуемый. Неудивительно, что Дэвил шмаляет по респауном не глядя. До конца матча 2,5 минуты. Мы все команды отбиваем красный армор. Ну а Дэвил готовится к съемке очередного триллера со шведами в главной роли. И так и понеслась. Минус Блю. Минус Ксено. Минус Паралайзер. И снова минус Блю. Уси халявный. Теперь еще и минус Саргал. А счетка тем временем 141-145 в нашу пользу. И это фактически за 2 минуты до конца боя. Последний раз почекнул, что модельки шведов синие, а иконка фрагов красная. Завершает свой маленький поход Дэвил не менее феерично, с суицидом. И, кстати, красивое число фрагов в нашей команде. У Дэвила 56, а у всех остальных потрясатки. На самом деле пофиг на Дэвила. Главное, что никого из остальных в конце не нарекут лохом. А вот, кстати, и я мимо пробегаю. До конца матча тем временем полторы минуты. И теперь уже наша сборная сохраняет разрыв в счете. Пусть и небольшой, но такой драгоценный. Последний квад в игре достался шведам, пришедшим на пауэрап всей толпой. В то время как наша толпа была поменьше, но зато с пилами. В результате отрыв сократился до трех фрагов и нам стало реально не по себе. В руках голима автоматик своих поблизительно марк. А отрыв уже два фрага. Я наконец-то вспомнил, что должен был всю игру держать рейлган. Ну а че, лучше поздно, чем никогда. Про эту печальную ситуацию с первым этажом я уже говорил. Сатан явно не 100 на 200 и с ракетницей за пазухой. Тут наконец-то я кого-то убиваю из рейлгана. Обмен фрагами. И снова мой рейл. Дэвил, блин, сделай уже что-нибудь. Мы тебя зачем вообще в команду взяли? 20 секунд до конца. Три фрага. А вот эти попадания из рейлзы, наверное, стали самыми ценными. Все. У шведов больше не осталось шансов. Просто невероятная победа. Ну и статистика, конечно, забавная. Если бы не тимкила и суициды, Дэвил было бы под 70 фрагов. Почти как ухсоргала с паралайзером вместе. Ну и кстати, он уже жмет рейли. Видимо, не настрелялся. Малыш, малыш.